Победа у нас в крови! Герой Советского Союза капитан Салахатин Исоглу Чазымов родился в 1920 году в городе Закатало. В декабре 1941 года младший лейтенант Чазымов был назначен на должность командира огневого взвода в составе 62-го артиллерийского полка 8-й стрелковой дивизии. В марте 1942 года 8-я стрелковая дивизия вошла в состав 3-й армии Брянского фронта и долгое время вела тяжелые оборонительные бои на рубежах восточнее города Орел. В начале 1943 года дивизия приняла участие в Воронежско-Кастерненской наступательной операции и вышла на рубеж в Малоархангельск-Рождественское Орловской области. В ходе Курской битвы 8-я стрелковая дивизия действовала в составе войск 13-й армии Центрального фронта. 5 июля в бою в районе Зеленой Рощи Малоархангельского района батареи лейтенанта Чазымова пришлось принять на себя первый удар вражеского наступления. В эти критические моменты боя Садахатин Чазымов хладнокровно и умело продолжал командовать батареей. После завершения оборонительного сражения войска Центрального фронта перешли в наступление в рамках Орловской наступательной операции. Батарея старшего лейтенанта Чазымова пришлось под огнем противника форсировать реки Десна, Сейм, Днепр, Припять. В январе 1944 года 8-я стрелковая дивизия вошла в состав 60-й армии 1-го Украинского фронта. Летом 1944 года части дивизии участвовали в освобождении Львова. В ноябре 1944 года капитан Чазымов получил назначение на должность командира артиллерийского дивизиона 256-го артиллерийского полка 9-й казачьей пластунской дивизии в составе 60-й армии. В январе 1945 года казаки были переданы в состав 5-й гвардейской армии и приняли участие в Сандомиро-Селесской наступательной операции. В ходе наступательных боев дивизия полностью разгромила 304-ю пехотную дивизию противника, нанесла тяжелые потери 359-й и 344-й пехотным дивизиям немцев. В конце апреля 9-я пластунская стрелковая дивизия вошла в Чехословакию, где участвовала в освобождении целого ряда населенных пунктов. Награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды, Красного Знамени, Ленина, а также медалями «Золотая Звезда» за победу над Германией и за освобождение Праги. Испокон веков азербайджанцы были воинами-освободителями. Сегодня армия независимого Азербайджана освобождает земли своих предков.